Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема этого выпуска. Теперь Дербент на взлетной полосе. На авиалиниях России будет летать самолет нового поколения с названием древнейшего города. Дом в подарок одинокой матери. Очередная акция от фонда «Инсан» прошла в Гиджухе. Сохранить национальную хореографию в лучших традициях народов Дагестана. Танцевальный фестиваль собрал сегодня самобытные ансамбли республики. Дербент готов к взлету. Суперджету авиакомпании «Россия» присвоили имя древнейшего города. Самолет уже прибыл с первыми пассажирами в столицу республики из Москвы. Как их встретили и как пришла идея дать воздушному судну такое символическое название, узнавала Патимат Ханапова. Теперь Дербент и в небе. Присвоить имя древнейшего города самолету было решено по итогам конкурса на лучшее название. Его проводили Общероссийский народный фронт и авиакомпания «Россия». Было три варианта – Каспийск, Буйнакск и Дербент. Очень красивый полет, потому что заход над горами, над морем. Красивая природа. А вы в Дербенте были сами? Не, не был, но хочу быть. Это первый рейс Суперджета с новым именем. На фюзеляже самолета теперь герб Дербента и название города встречает в аэропорту Махачкалы воздушное судно и его пассажиров с размахом, со сладостями и станцами. Среди пассажиров оказался и Джон Калвин, архитектор из США. Он является разработчиком крупного фонтана в Дербенте, который станет рекордсменом сразу по трем позициям. Джон говорит, вышло символично. «То есть вы даже не знали, что вас ожидает?» «Нет, нет, вообще не знал. Я в шоке был, когда в Москве видел самолеты, называется Дербент. Да, вот так вот. Потом прилетел на посадку и видел два арка, вода. И я думаю, что здесь? И такая, конечно, эмоция очень приятная. И, можно сказать, первый раз я получил такую эмоцию на посадке самолета». Полет и самолет будут совершать по 20 направлениям. Пока внутри страны, а после улучшения эпидситуации по международным маршрутам. Такие практики, говорят организаторы проекта, привлекают дополнительное внимание пассажиров к туристическому направлению. Кроме того, это повышает узнаваемость города в разных аэропортах страны и мира. «Сейчас Республика Дагестан – одна из наиболее динамично развивающихся республик в России с точки зрения туризма. Возможно, что подобные проекты, которые с УНФ проводит авиакомпания «Россия», позволят всем рассказать именно внутри страны и за рубежом о потенциале исторических жемчужинах нашей необъятной Родины». Конкурс продолжается. Организаторы ждут заявок и от других регионов России. В будущем Дагестан сможет вновь участвовать в проекте. А пока на самолетах компании выведены названия двух городов нашей республики – Махачкалы и Дербента. У аэропорта Махачкалы новый руководитель. Акционерное общество возглавил Саид Рамазанов. До нового назначения он занимал должность заместителя генерального директора аэропорта по правовой работе и персоналу. Отмечу, что прежний руководитель Арсен Пермагомедов ушел в связи с переходом на другое место работы. Он занимал данный пост с 2015 года. Покорить Сулагский каньон, проплыв почти 13 километров. С этой нелегкой задачей справилась группа пловцов-марафонцев из разных регионов России. На дистанцию в самом глубоком каньоне Европы вышли 10 человек. Участники были обеспечены судами сопровождения. Рядом на протяжении всего более трехчасового пути были бригады скорой помощи и спасатели. Инициаторами проведения заплыва выступила спортивная общественная организация «Свимран». Команда из Санкт-Петербурга планирует вернуться в Сулагский каньон еще раз. В начале осени они планируют организовать еще более масштабный заплыв с участием 30 спортсменов. Энергетики спасли запершегося трехлетнего ребенка. Случай произошел в селе Тереклимиктеп. Бабушка ребенка вышла на 5 минут из дома, но за этот небольшой промежуток времени ее внук успел закрыть двери изнутри. В квартире оказалось открыто окно и была большая вероятность, что ребенок может из него выпасть, пояснили специалисты Дагенерго. Энергетики на просьбу женщины помочь ей отреагировали незамедлительно и обеспечили безопасность малыша. О героическом поступке сообщил информационный сайт «Вестник Кавказа». Полкилограмма мифедрона нашли у закладчика наркотиков в Махачкале. Подозрительный мужчина был замечен сотрудниками полиции в 4 часа утра по проспекту Амитхана Султана. При личном досмотре у мужчины обнаружили полиэтиленовый пакет. В нем находились два пластиковых стакана с порошкообразным веществом, а также четыре зип-пакета, каждый из которых содержал по 100 пакетиков с наркотиками. В результате проведенной экспертизы выяснилось, что это мифедрон общим весом около 500 граммов. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. На сайте доставка работы курьером я познакомился на сайте с человеком, который мне сказал, что может заработать деньги. После чего я с ним начал переписываться, и он мне дал адрес, где находятся баклажки лекарства. Неравнодушные люди подарили одинокой матери дом Наураза-Байрам. Женщина с тремя маленькими детьми осталась одна и не имела возможности приобрести какое-либо жилье. Благотворительный фонд «Инсан» организовал сбор средств. Саният и ее детям в селе Гиджух вручили ключи от домов, в котором уже проведен ремонт и созданы все условия для проживания. Спасибо вам большое, что вы нам и помогли построить дом. У нас сейчас все есть, и горячая, холодная вода, туалет, земля есть, где можно посадить деревья, и все, что мы хотим. С новосельем многодетную мать поздравил полпред Муфтията Хусейн Гаджиев. Несовершеннолетние дети из необеспеченных семей получили помощь от сотрудников полиции. Стражи порядка посетили многодетные семьи, обрадовали детей сладостями, а также вручили родителям продуктовые наборы. Правоохранители заверили, что нуждающиеся многодетные семьи всегда могут рассчитывать на их помощь и поддержку. Да, буду доволен вами всеми сегодняшний Аллах, за то, что вы так обрадовали моих детей и помогли. Да, сохранить во всех сегодняшний Аллах, за вашу помощь и доброту. Сохранить благоухание Рамадана. 19 и 20 мая состоится благотворительный вечер в рамках празднования Ураза Байрам. Программа «Насыщенная» – это театральные постановки, выступления звезд дагестанской эстрады, нашиды на разных языках и многое другое. Среди присутствующих по билетам проведут розыгрыш путевки на Малый Хадж. Главная цель организаторов – привлечь как можно больше людей к строительству женского духовно-просветительского центра «Марьям». Впервые в этом году мы решили сделать билеты и продать их, для того, чтобы каждый человек получил свой шанс внести вклад в строительство этого духовного центра. Я думаю, такой вклад, он не бывает маленьким, такой вклад завтра для этого человека послужит и каким-то щитом от зла, который может приблизиться к его семье, к его детям. И много чего, потому что этот духовный центр, он же не на один день строится, он строится на огромное количество времени. Там будут учиться наши сестры, там будут учиться их дочери, их внучки, там и так далее. То есть из поколения в поколение. Поэтому там каждый кирпичик, который сейчас человек внесет, он послужит на многие-многие года добром, будет возвращаться в их семьи. 19 мая на праздничный вечер приглашаются только женщины. 20 мая – все желающие. Начало мероприятия в 19.00. Благотворительные билеты можно приобрести в магазине «Рисалат» или по указанному номеру телефона. Сегодня в стенах русского драматического театра прошел фестиваль «Танец дружбы», посвященный столетию со дня образования до СССР. Участниками праздника стали хореографические и фольклорные ансамбли из различных районов и городов республики. Как проходило мероприятие, расскажет Наталья Ханбабаева. Яркий, самобытный, эмоциональный – именно так представляли свой национальный танец участники фестиваля. Многие ансамбли выступают не в первый раз. Представители Рутульского района решили показать многообразие своего края, населенного разными народами. По названию было понятно, что танец дружбы, ну что-то там такое. Показали то, что могли, как у нас умеют дружить, любить. Так как район у нас шесть национальностей проживает, тем не менее происходят совместные свадьбы. Вот то, что и было показано там, потому как с одной стороны Сахурцы, с другой Рутульцы, это была совместная свадьба. Как и полагается по обычаю, когда идут к невесте, мы почти повторили то же самое, что делает народ, ну несколько в сценической форме. На фестивале можно было убедиться, что свадебные традиции в Дагестане сохранились лучше всего. Участники из Сергокалинского района выступили с обрядом проводов невесты. Конфеты кидают, чтобы в дом невесты пришла радость, удача, веселье, чтобы ее жизнь была такой же сладкой. Еще ей давали мед, чтобы вот, чтобы ее жизнь была сладкая, вот как мед. И про подушку расскажите. Вот на голову невесты кладут подушку, когда она заходит в дом жениха, друзья жениха бьют ее по голове. Ну, чтобы ей не больно было, и чтобы она, чтобы невеста знала как бы свое место. В рамках фестиваля профессионалы делились опытом с участниками мероприятия. Кроме того, эксперты обещали в дальнейшем оказать помощь артистам. Это, скорее всего, важность сохранения той традиционной культуры, которая есть у наших фольклорных, хореографических коллективов республики. Мы, кстати, очень благодарны всем за сохранение того культурного наследия хореографического, которое они несут. Их танцы уникальны, своеобразны, интересны и неповторимы, самое главное. Такие мероприятия проводятся в целях сохранения и развития национальной танцевальной культуры Дагестана. Ведь важно приобщать подрастающее поколение к хореографическому искусству родного края. Наталья Ханбабаева, Юнус Гитихмаев, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Телешоу «Лучше всех» в Дагестане. Кастинг пройдет в Махачкале 22-23 мая. Принять участие смогут дети от 3 до 12 лет, способные петь, танцевать, имеющие редкие хобби и при этом не боящиеся сцены. Организаторы кастинга отмечают, что съемки в программе бесплатные. Привет, Диана! Национальная юниорская и юношеская сборная для участия на первенстве мира, которая пройдет в начале декабря в Таиланде. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова